Сегодня мы хотели, нам тренер говорил, чтобы мы хорошо сыграли, и если бы был какой-то вначале задел, мы бы могли готовиться к следующей игре с шалоном. Делали бы какие-то там, нашу защиту, там пять, какие-то смены, но вначале этого у нас не получалось, потому что, ну, то ли наша какая-то неконцентрация, то ли что, ну, не все удавалось. А потом, где-то во второй уже, где-то половине, уже начали более как бы собрано играть, и все начало получаться. Сделали отрывы, уже играли какие-то наши наработки на следующий угол. Стартовая четверть, вот такой вот ее характер, как сегодня сложился, как ты считаешь, что это на причине? Настрой Николаева или же... Мне кажется, это наш был недонастрой, где-то, может, какая-то вначале то ли не сконцентрировалась, то ли где-то какая-то чуть усталость. Как видим, дальше все пошло своим чередом. Да, в принципе, как бы практически одинаково мы сыграли в защите по четвертям. То есть, несмотря на то, что мы первую четверть проиграли, да, может быть, на пару очков Николаев забил больше, мы, может быть, что-то промазали много своих открытых бросков, но, в принципе, потом в целом игра складывалась так, как мы планировали. То есть, удалось провести широкую ротацию, не задействовать много игрового времени номинальных лидеров. Неплохо защитились, пропустили 60 очков. То есть, в принципе, практически все было по плану. Естественно, без ошибок не бывает, были где-то огрехи, недочеты. Но, в принципе, поздравляю ребят, поздравляю руководство, болельщиков с очередной нашей победой. Хоть и большая разница в счете, но она была непростой. Пришлось приложить в очередной раз максимум усилий. В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали и поддержали нас. Это очень ценная поддержка для всех игроков. Может, мы не оправдали их надежды, и что, извините. Хочу поздравить Химик с победой. И мы настраивались на хорошую игру, на победу. И да, это может как-то странно звучит, но до этого у нас были хорошие матчи. И мы шли на хорошей волне. Я думаю, что, в принципе, команда вся была заряжена. Ну, вот такой результат. Хочу сказать, что Химик очень качественно использовал наши ошибки против нас самих, потому что у нас было очень много паники в нападении. В защите, я считаю, что было лучше, чем в нападении нюанса, потому что в нападении сильно суетно все было. И в передачу мы допустили большое количество ошибок, что привело к такому результату. Но это был счет. Поздравляю команду Химика с победой. Вполне заслуженно. Большое спасибо нашим болельщикам, которые были сегодня на матче, поддерживали. Было слышно их поддержку. К сожалению, мы смогли оказать сопротивление Химику только в первой четверти. Команда хорошо укомплектована хорошими игроками. И в тот момент, что Химик не мог попасть в дальние броски, они компенсировали подбором. Начисто выиграли во второй четверти отскок и имели много дополнительных атак. Из-за этого пошел проигрыш. Мы провалили эту четверть 27-13. Ну и как бы уже сложно было удержать местную команду. Почувствовала уверенность. В общем, такая игра. Привезли сегодня двух молодых ребят. Хотели показать изнутри, что такое Суперлига. Чтобы они видели, к чему стремиться. Свои лиги, высшие лиги, они в основном играют у нас. Задача у нас растить молодежь, наигрывать. Хотелось бы, чтобы они действительно посмотрели, как команда борется. Как стремиться к результату. Пускай, да, и не все получается. Но тот дух, который внутри команды, они должны были видеть изнутри. Субтитры сделал DimaTorzok